Доедем до площади Карла Маркса, прогуляемся чуть-чуть по площади, через нее пройдем. Дежурят они здесь. Мы тоже, когда были пионерами, тоже здесь стояли. Все, заходим в Галамарк. У нас есть немного времени, буквально. Но мы будем пушать это вечером, да, Настюля? После садика придешь и вечером будем мы с ней лопать эти фрукты. Всем доброе утро, девочки мои. На улице дождик у нас идет и будет он идти еще несколько дней. Идет бесперерывно. Погода, конечно, не айс. Надо брать зонтик. И вообще что-то у нас прохладненькое. 19 градусов. Маловато будет. Всем доброе утро, девочки мои, еще раз. Ну, несмотря на то, что на улице 19 градусов, у меня 26 градусов. Мне тепло и даже жарко, вот поэтому я в сарафанчике сижу. Так, и вот с минуты на минуту я жду. Сейчас мне должны привезти Настю. Настю сегодня я в садик отведу к обеду. А сейчас с утра записали ее в поликлинику на ЭКГ. Вообще я не могу понять, почему детей заставляют в 6 лет сдавать электрокарбиограмму для ГТО. Зачем детям ГТО? В общем, как мне объяснили мои родные сын с невесткой, что собираются проводить ГТО и в садике, что ли. И, в общем, нужно всем сдать кардиограмму для этого. Ребенок спортом занимается, для этого кардиограмма не требуется. А для сдачи ГТО требуется. Ну, в общем, как бы там ни было, надо так надо, значит. Я ее отвезу в поликлинику. Там поликлиника у нас возле Нахичеванского находится там, где у нас кардиолог. Вот. И ЭКГ с нагрузкой, в общем. Там не знаю, что это такое, но узнаю потом. Сейчас я с утра уже быстренько смонтировала видео, перекусила кашей овсяной, поела, кофе попила. Уже, в общем-то, я готова. В принципе, сейчас мне ее привезут. И быстренько, в общем-то, одеваемся и туда едем. Ну, а потом я ее отвезу в садик. Она будет до вечера в садике. Ну, а вечером я уже с садика ее забираю. И она будет у меня сегодня вечером. Ну, все. Мы с Настюлей вышли и идем. Идем с зонтиками такие обе, да? И я тоже под зонтом. Вышли чуть-чуть пораньше. Лучше уже приехать туда. И там, если что, заскочим в один магазинчик, если время у нас будет. Но, во всяком случае, будем там рядом. И придем вовремя. Мы с Тася решили сесть на любой автобус. Хорошо, что мы вышли заранее и что время позволяет. В любом случае, мы сейчас доедем до площади Корео Маркса. Прогуляемся чуть-чуть по площади. Через нее пройдем. Я вам покажу там что-нибудь. И у нас еще останется время. Так, ну, все. Мы вышли с автобуса на Карла Маркса. И сейчас идем через сквер. Мы сюда пошли. А Настя говорит, бабушка, это что, парк? А что это такие большие елки? Я говорю, ну, это елка, да. Смотрите, какая громадная. Одна, другая. Ну, они давно тут уже стоят, эти елки. Да. А что, говорит, не колятся они? Ну, пойдем, пошли. Пойдем дальше. Вот, кстати, узнаете, вот это дерево, которое с розовыми было цветочками раньше. И там писали, кто-то писал, что это сакура, кто-то писал, что это что-то какое-то другое дерево. Ну, вот в итоге какие вот листья тут выросли. Ну, я, честно говоря, так и не знаю, что это за дерево. Но, тем не менее, цвело розовыми цветочками. Я смотрю, такие семена какие-то тут уже висят такие вот. Так, ну, ладно, идем дальше. Это у нас такой сквер на площади Карла Маркса. Вообще, в этом сквере, я помню, еще в детстве мы с бабушкой сюда приходили. Бабушка недалеко отсюда жила, в Нахичеване. Это же Нахичевань. И мы приходили с бабушкой сюда. И в этом сквере мы с ней садились на лавочку, покупали мороженое, отдыхали. Здесь были качели. Кстати, вот на этом месте здесь находились детские качели. Но это было все давно. Это было в моем детстве. Пойдем сходим на Вечный Огонь посмотрим. Настя говорит, что она на Вечный Огонь не ходила, не видела. Да, была, да, говоришь? Вот. А вообще, перед 9 мая, как раз я была здесь, да. И здесь у нас стояли, стоят у нас обычно здесь школьники в форме прямо и как охраняют, дежурят они здесь. Мы тоже, когда были пионерами, тоже здесь стояли. Вот тут такие большие списки, очень большие такие тумбы. И вот прямо списки фамилий погибших солдат. Очень много-много-много этих тумбочек. И вот он наш Вечный Огонь. Горит всегда, независимо от того, погода-непогода, зима или дождь, неважно. Вот такой вот у нас Вечный Огонь. И 9 мая с мамой, с родителями мы приходили сюда, вложили цветочки на Вечный Огонь. Да, вот такие вот дела. Ну, идём дальше. Дальше у нас здесь вот такая вот красота, тишина. Дворец культуры Красного Оксая раньше был, а сейчас это называется Дом творчества. Почему здесь огонь не закрывает? Огонь горит вечно. Да, он никогда не потухает. Да, кстати, у нас здесь ещё есть памятник. Пойдёмте посмотрим. Памятник стоит. Он стоял ещё и тогда, в моём детстве. Ну, он, конечно, тогда выглядел поскромнее. Здесь такая площадочка. Разведчик Валерий Книжегородцев. Отдал свою светлую жизнь за счастье и освобождение Родины. Ну, вот именно этот парень. Я, честно говоря, не помню историю. Ну, конечно, в детстве я слышала историю. Но почему именно он? Здесь вот тоже есть ещё фамилии на этой плите. Настя читает. Всё, Настя, идём дальше. Так, ну вот. У нас ещё с Настей есть немного времени. Да, шишки, смотри, тут лежат шишки. Вот она, шишечка. Смотри, вот ещё бередно. Возьми. Шишечка. Да, их тут много. Вон ещё шишки лежат под деревом. Шишки лежат. Ну, они мокрые. А вот эта самая красивая. Самую красивую взяла. Молодец. Ну, идём дальше. Пойдём по скверику. Вообще, я здесь давно очень не была. Я была здесь, когда кустики были настолько маленькие, что можно было поверх кустиков видеть людей. А сейчас эти кустики перестали обстригать. Они стали высокими. И уже идёшь, как в парке. Да, как в парке находишься. Турников этих раньше не было здесь. Но турники, лавочка появилась. Всё очень изменилось. Странно. Вот я здесь была, на рынок ездила, но почему-то именно в этот сквер не заходила. Как-то не было возможности. Ну, времени не было, наверное. И вот получается, что здесь очень-очень я давно не была. Ещё с советских времён, наверное. Так, ну всё. Вот мы пришли как раз сюда, на 26-ю линию, площадь Толстого. И там вот буквально рядышком у нас виднеется здание, куда нам нужно будет пойти. Но ещё рано, у нас ещё есть полчаса. А вот здесь вот Галамарт. Я сейчас быстренько хочу забежать ненадолго в Галамарт. Вот какая будет у нас фотография. Всё, заходим в Галамарт. У нас есть немного времени. Буквально, наверное, минут 10-15. Но вам тут долго ходить не нужно. Я не буду делать обзор, потому что, в общем-то, все знают, что тут есть, что тут продаётся. Музыка при том ещё играет. Ну, мы сейчас быстренько посмотрим, что нам нужно. И потом я вам покажу, что я купила. Вот, девочки, нашла я как раз вот эту штучку для окон, которые я мыла окна у дочки. 215 рублей стоит. Ну, вот она прямо, именно она. Классная, мне понравилась. Ну, всё. Вышли с этого Галамарта. Долго мы там не находились. Буквально там 5 минут. Самое главное, я нашла то, что хотела. Вот эту палку для окон. И всё. И теперь мы идём вот по ступенечкам и наверх. Так, ну всё, кардиограмму сделали. Это буквально заняло там 3 минуты, 3-5 минут. Сейчас идём в садик. Всё, мы сели в такси и едем с Настей в садик, короче, чтобы к обеду успеть. Купила я клубничку, ещё черешню. Но мы будем пушать это вечером, да, Настюля? После садика придёшь, и вечером будем мы с ней лопать эти фрукты всякие разные. У меня там ещё другие фрукты лежат. Настю ждут. Вот. Повезло нам с креслом, такси с креслом. Мы быстро очень дождались. Буквально 3 минуты. И он был рядом, водитель. И водитель ещё знакомый оказался. В общем, едем с комфортом. Так что дождь поливает. Дождь ещё будет поливать, сказали, долго. Ой, как мне повезло всё-таки, что знакомый водитель попался. И он как раз до садика нас довёз. И подождал, пока Настю отвела. Вот. И сейчас вот мы заехали на заправку, и он меня отвезёт домой. В общем, просто класс. Чтобы под дождём вот это вот не идти. И дождь прям льётся невозможно очень сильно. Прям такой дождик. Так что вот так вот всё хорошо. Всё, девочки. Я дома. Хочу показать, что купила. Вот на Хичеванский рынок, рядом с рынком. Там буквально, ну, можно сказать, рынок. Короче, 90 рублей лукошка стоит. И по 200 рублей за килограмм черешня я взяла. Ну, я взяла полкило. Короче, там всё это вместе на 200 рублей получилось. У меня. В общем, отлично. Настя сказала, вечером готовься, будем кушать. Ну, вот я хочу показать, что я взяла в Галамарте, девочки. Ну, вот эта вот штука прям точно такая же, как у дочки. То есть, видите, здесь вот губка, она прям хорошо так зажата. Она крепко держится. Вот. Ну, и резиночка тоже хорошая. Резиночка. Очень удобная. Здесь прикручивается. Я прикрутила. Увеличивается. У неё общая длина получается метр десять. Вот. Выдвигается на метр десять становится длина. Вот. А так у неё примерно сантиметров шесть. Нет, не шестьдесят больше. Хотя, да, сантиметров шестьдесят или, может быть, семьдесят. Ну, в общем, хорошая она. Она и длинная, и качественная. Двести пятнадцать рублей, девочки. Это лучше, чем вот это, что я взяла в фикс прайсе. Семьдесят семь рублей отдала, но, можно сказать, выбросила их на ветер. Лучше бы я взяла вот эту штуку. Вот. Пока я ходила, как раз у меня вывелось видео. Сейчас надо его проверить, опубликовать. А на улице, конечно, просто трэш. Девочки, хотела дома что-нибудь для вас там снять, но не получилось. Короче говоря, всё. Дома я там видео занималась. Вообще, много времени занимает, конечно, это всё занятие. Ну, отдохнула чуть-чуть телик, посмотрела. Сейчас загрузила по-быстренькому уже, скорее-скорей, его на YouTube. Скоро посмотрите. И я иду в садик, иду за Настей. Хорошо, что сейчас дождь прекратился, солнышко вылезло. Ну, это, конечно, ненадолго, но, тем не менее, это радует, что не нужно идти с зонтом. Хотя усилился ветерок, порывы какие-то ветра. Я прям дома сидела, слушаю прям. Вау, шелестра, шелестит. Вспомнила я что-то детство, знаете, когда в детстве по лужам бегали, а лужи были тёплые, как парное молоко. И мы босиком по лужам бегали. Почему-то я уже в зрелом возрасте, вот сколько вспоминаю, если в лужу наступишь, почему-то очень холодная ледяная вода. И вот мне интересно, было у кого-нибудь такое, что вы наступаете в лужу, а вода тёплая в луже? Я, может быть, ошибаюсь? Или климат так поменялся, что дожди стали холодные идти? Напишите, кстати, кто последний раз тёплые лужи встречал, ощущал. Видите, ветер подул, а на голове у меня уже чёрте что, от того, что дождь, влага, вся моя укладка, не поймёшь какая. Укладки нету. Волосы у меня бьются, сейчас у меня это порчится в разные стороны. Так что не обращайте внимания, что вот так. Девочки, смотрите, розочки какие, беленькие. А вот жёлтенькие розочки, оранжевые. Ой, вот там куст, а розовые розы. Вообще красота. Ой, как я люблю розы. И вот эти вот розовые, сейчас кустарники проходила, то там, то там. Красота невероятная. А вот Настя. Настя забрала с садика. Всё, идём домой. А вот дерево упало. Представляете? А это вот жердёла или абрикоса, что-то такое. Нет, 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 сюда иди, Настя. Сюда. Там тоже вон цветочечки у нас. Это просто. Смотрите, девочки, розовый куст подвязали к дереву. И такое впечатление, как будто дерево с розами. Ой, а эти розы прямо пахнут, пахнут такими, ну прям розы пахучие. Классные. Ну, видишь, они там тоненькие стебельки, и они длинные выросли. И чтобы они не падали, по земле не валялись, их подняли. А вот такие цветочки, это цветёт что? Шиповник. Шиповник. Смотри, цветочки какие цветут. А вот это что за цветочки, интересно, такие симпатичненькие. Вот цветочек. Девочки, а вот это что за цветочки? Смотрите, какие красивые. Ой, такие нежно-розовые. Какая красота. Вот такой вот один есть ещё. Маленький растёт. Вот и беленький есть. Как они называются, интересно? Красивенькие такие, прям прелесть. Да, Настюля, красивенькие. Всё, телёбка, веди по сухой дороге. Давай, вот сюда. Всё, домой, домой идём. Клубничку и черешинку кушать. Да. Я Настюлю обложила фруктами. И черешню, и клубнику. И целая ваза с фруктами. Так что, Настя, ешь, что хочешь. Да, вкусно? Да. Ты кусай и клубничку, и над столом. Смотри, ты сейчас будешь капать, и у тебя всё будет в этом. Сейчас я тебе дам что-нибудь постелить. Нам с Настей нравится смотреть, как поют дети. Вот мы включили записи. Ты супер, финал. Да, Настюля. Наконец-то соблаговолила покушать пюрешечку и котлеточку. А то она фруктов наелась, не хотела. Ну, хоть поела наконец-то. Всем пока-пока. Настя собирается домой. Всё, уже позвонили, сказали, пусть одевается. Сейчас придут. Скажи хоть несколько слов, давай. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всё, у бабушки наелась? Ты не голодная? Нет. Только черешню. Черешню ещё хочешь? Ну, ты у нас уже много поела. Просто я боюсь, как бы там тебя не пронесло. Всё, родители поднимаются. Ну, вот и всё, мои хорошие. Внучку я проводила. Сейчас я готовлюсь ко сну. И видео хочу на этом закончить. Сегодня очень был такой плодотворный день. В общем, походили много. И даже экскурсию небольшую я успела вам провести. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok